Всем привет, с вами Андрей и сегодня мы поговорим об инструментах, которые понадобятся для сборки первой модели. Первое, что нам потребуется, это, конечно же, место с хорошим освещением и коврик или подстилка этого рабочего места, чтобы не испортить, в данном случае, стол. Я использую самозатягивающийся коврик формата А3 от компании Jazz. Дальше, что нам потребуется, следующее. Второе, что потребуется, это кусачки или бокорезы для откусывания деталей с литников. Вот это, как пример, это компания Plata, модель 170. Тоненькие, аккуратные, можно откусывать детали. А главное, самое важное, откусывайте с небольшим запасом от литника, иначе можно оставить ямку или повредить деталь. Как альтернатива, можно использовать обычные строительные кусачки, но они более громоздкие. Но, как альтернатива, почему нет? Следующее, что нам понадобится, это нож для срезки остатков литника с деталями. Как первый, можно использовать канцелярский нож с небольшими лезвиями. К сожалению, у меня с небольшими лезвиями нет. Есть канцелярский нож, но в два раза больше у них лезвия идет по ширине. Также его можно использовать, если у вас нет кусачек или бугорезов. Можно срезать с литника эти детали. Но это менее удобно и более травмоопасно. Многие мотеллисты используют цанговый нож. Альтернатива канцелярского. Он более удобный. У него сменные лезвия. Это дает возможность быстро сменить затупившиеся лезвия. А также можно менять лезвия в зависимости от надобности. Более длиннее, короче, по другим углам или с зубчиками. Следующее. Вот мы откусили. Обработали деталь. Что дальше? Дальше нужно склеить детали. Вот как раз четвертая позиция. Это клей. Клей бывает разный. На примере, компания Звезда. Это подарочный был клей. Маленькая баночка. И вот клей для моделей уже побольше покупной. Он идет без кисточки в крышке. Для этого можно использовать как альтернативу кисточке. Можно использовать просто зубочистку для нанесения этого клея. У других производителей, допустим, у Revelo, у него нанесение клея с помощью иголочки. Также есть компания Tamiya. Вот у нее с кисточками. Это большая кисточка. И быстротекучий клей. Он с маленькой кисточкой. Уже собранную деталь нанести на стык этих деталей. И этот кризис течет внутрь. Поэтому называется быстротекучий. Дальше, что нам понадобится, это кисточки. Ну и краски, конечно же. Про краски, я думаю, сделал отдельное видео. Про кисточки могу сказать, что они... Тут, в принципе, кисточка есть кисточка. Для более мелких масштабов, допустим, 1.72, 1.100 моделей, удобнее использовать кисточки меньшего номера. Это вот двойка идет. Для удобного нанесения клея или краски у Revelo вот двухсторонняя кисточка с плоским, с круглым сечением волокон. Про краски, вкратце, хочу сказать, что вот на примере звезды, вот разные краски идут. Это акриловые, они вот в таких баночках. От Томи, баночка, это тоже акриловая краска. И эмалевая от Revelo. На этом все. Спасибо за просмотры. Как я и говорил, это было короткое видео. Для начинающего моделиста или кто собирает первую модельку. Короткая, понятная и доходчивая. Пишите в комментариях, какие еще темы затронуть для начинающих моделистов. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые видео. Ставьте лайки. Всем пока-пока. До новых видео.